Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет заканчиваем читать книгу пророка Наума. На очереди у нас третья глава этой книги. Продолжается речь, обличительная речь пророка, обращенная к Неневе, столице Ассирийского царства. Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопани бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья, убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются от трупы их. У ассирийцев был такой военный обычай, когда они захватывали непокорный город, они связывали живых людей веревками и на центральной городской площади у ворот сооружали такую груду из живых людей, которые умирали долгой, медленной, мучительной смертью. Были у них другие еще способы наглядной агитации, сажание на кол населения, сжигание живьем и тому подобное. Очень жестокими были ассирийцы, жестоко поступали с теми городами, которые им не покорялись. Вот теперь их постигает то же самое. Возмездие руками вавилонян по воле Божьей. Несется вавилонская колесница по улицам захваченной ассирийской столицы. За что же это? Пророк поясняет, 4 стих. «Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чародеяниями своими племена». Возможно, что здесь под блудодеяниями и чародействами 4 стиха 3 главы следует понимать идолопоклонство и ту внутреннюю политику идолопоклонников ассирийских царей, которую они насаждали. Если сегодня великие державы распространяют в отношении своих вассалов, своим вассалам продукцию Голливуда и Макдональдса, то раньше предметом импорта для этих малых вассальных государств были идолы. Идолы сюзерена, идолы господствующего, доминирующего государства. То есть в ту эпоху это идолы Ассирии и Вавилона. Следует заметить в этой связи, что хотя книга пророка Наума, ее основная тема, единственная, можно сказать, тема – это обличение Ассирии, это весть о наказании и о божественной мести, весть о том, что Господь уничтожит ассирийское царство, но возможно, что для проповеди Наума был и свой внутренний слушатель. Пророк ведь пророчествовал в Иерусалиме, в Иудее, и его слушателями ближайшими, первыми были иудеи, его сограждане, его соплеменники, иерусалимляне. И вот возможно, что здесь, в этой проповеди, скрыто, имплицитно содержится критика в отношении и своего иудейского царя. Долгое царствование Менаше, Моносии, нечестивого, мерзкого царя, да, это царствование было долгим. И в частности, говорит автор 4-й книги царств и 2-й книги Паралипоменон, этот нечестивый царь Менаше, Моносия, он осквернил храм Господень, он поставил идолов во дворе храма, и началось там при нем совершение служб, отправляемых другим богам. То есть, иноземные культы, культы ассирийские, насаждались при иудейском царе Моносии в иудейском царстве. Народ заставляли заниматься идолопоклонством. Пророчества пророки были гонимы, уничтожаемы, преследуемы. Пророчество было, можно сказать, подпольным в то время, в это неблагоприятное время долгого царствования, многодесятилетнего царствования одного из последних иудейских царей, царя Менаше, царя Моносии. Поэтому, по всей видимости, в этой книге звучит критика и в отношении царя иудейского. Но эта критика закамуфлирована в проповеди пророка в его обличениях в адрес Ассирии. Критикуя ассирийцев, пророк имплицитно, скрытно критикует и политику собственного царя, царя Менаше. Политику совершенно проассирийскую и идолопоклонническую. Далее продолжается прямая речь Господа против Ниневии, столицы Ассирийского царства. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подыму на лицо твоё края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор». Продолжает развиваться метафора вот этой блудной женщины, блудницы Ассирия, Ниневия, предстают в образе этой мерзкой, нечестивой блудницы женщины, которая ещё к тому же занимается и чародействами. И вот Господь сделает так, что края одежды будут подняты и на голову. Мне вспоминаются в этой связи монгольские обычаи. Какое-то время мне в молодости довелось жить в Монголии. И вот там, в степи, где негде укрыться, женщины часто именно так поступают. Они закрывают своё лицо полами своей одежды, дескать, я никого не вижу, и меня никто не видит, и всё нормально, и отправляют свои потребности. Так вот, здесь это будет позором и стыдом для этой женщины, в образе которой предстаёт Ассирия. Ужасные эти слова, ужасная в них содержится весть, и всё это, весь этот позор постигнет главного врага иудеев, Ассирийское царство. Они будут опозорены, обесчещены вражеской армии, армией вавилонян, и всё это бесчестие их уподобляется тому бесчестию, которому подвергается блудница. И сказано, забросаю тебя, Господь забросает Ассирию мерзостями, и она будет презренной и выставленной на позорище. «И будет то, что всякий, увидев тебя, то есть увидев Ассирию, увидев Неневию, побежит от тебя и скажет, разорена Неневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя?» Оплакивают Неневию. Она разорена, и никто о ней не жалеет. Можно сказать, что здесь нет утешителей для тебя, некому её и оплакать-то. «Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окружённого водой, у которого вал был море, и море служило стеной у его? Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе». Как величайшая держава того времени Неневия подчиняла себе все эти окрестные города и государства, в том числе даже столь далёкие, как Эфиопия, Египет, ливийцы. Они находились, если не в прямой зависимости от Неневии, то в каких-то дружественных договорах с ней. Египет был напрямую захвачен ассирийцами, а вот Эфиопия, ливийцы тоже приходили на помощь Ассирии, то есть были в каких-то союзнических отношениях с этой сверхдержавой. Но вот всё в руке Господней, и с Ассирией будет тоже покончено. «Но и он переселён, пошёл в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрёстках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями». Разбивать младенцев во время захвата города было военным обычаем того времени. Разрубать беременных женщин пополам и убивать, разбивать о камне младенцев. Беременные женщины и младенцы — это что? Это будущее народа. И захватчики оставляли без будущего город, захваченный ими народ. Мужчины истреблялись или захватывались в рабство, женщины тоже, а вот беременные женщины и младенцы они истреблялись. Здесь говорится о избиении младенцев захватчиками. «Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля», — обращается пророк к Неневии. «Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть». Эти укрепления не устоят. Они, словно зрелые плоды смоковницы, упадут. Падут неприступные стены ассирийской столицы. «Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настиж отворятся ворота земли твоей, а огонь пожрет запоры твои». Страх и трепет охватит захватчиков Неневии. Они уподобляются здесь женщинам. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей». В отчаянии народ обороняет свою столицу, изготавляет для проломленных стен новые кирпичи и укрепляет осадные оборонительные свои сооружения. Но это ни к чему не приведет, это не поможет. «Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница. Хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча». Образ гусеницы, образ саранчи, здесь тоже, мы это увидим чуть дальше, прописан достаточно ярко. «Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит». Словно саранча набросятся вавилоняне на ассирийцев. Здесь образ гусеницы и образ саранчи прилагаются для описания многочисленности вавилонского войска. Но и не только, но и для описания. Образ этот здесь двусмыслен. Образ он здесь амбивалентен. Он прилагается и к Ассирии, и к вавилону. «Князья твои», то есть князья ассирийцев, тоже их столько много, что они уподобляются саранчей. 17 стих. «Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как раи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были». Очень яркий, наглядный образ, описывающий то, что произойдет с ассирийцами, с ее князьями, военачальниками. Они распылятся, рассеются под действием вавилонского оружия, словно саранча, словно мошки. Заключительные стихи книги пророка Наума. «Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать их». Под пастырями здесь, разумеется, видимо, князья и военачальники, о которых говорилось в предыдущем стихе. «Они спят, они покоятся, они убиты, уснули вечным сном, а народ рассеялся по горам, некому их собрать. Народ остался без пастырей, расточу пастыря, и рассеются овцы. Нет врачества для раны твоей, болезненная язва твоя, смертельная рана. Город захвачен, а сирийскому царству нанесена вавилонянами смертельная рана. От этой раны ассирия уже не оправится. «Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Выпросительными этими словами завершается книга пророка Наума. злоба ассирий простиралась на все окружающие его страны. На все окружающие ассирию ее страны. «Все услышавшие о падении ассирий, — говорит пророк, — будут рукоплескать». Рукоплескать — это джест. Рукоплескание означает насмешку, скорее, насмешку над тем, в адрес кого это рукоплескание совершается. У других пророков мы читаем, что рукоплескать, свистеть следовало, требовалось именно тогда, когда происходило какое-то бедствие, какое-то поражение, какое-то сокрушение, великое падение того или иного города или народа. Тогда окружающие его города и народы рукоплескали и свистели в его адрес. Вот что произойдется с Сирией, с великим царством, с великим государством, много веков доминировавшим на Ближнем Востоке. Прошли века, прошли тысячелетия, но проповедь пророка Наума остается актуальной еще и сегодня. И читая эту книгу, в которой так мало утешительных слов, в которой лишь весть о грозном божественном возмездии, наказании, мы все же находим в этой книге и утешение. И это утешение не только в 15 стихе первой главы книги, где говорится о стопах благовестника, благословляются эти стопы, радостная благая весть звучит в этом 15 стихе первой главы, но мы утешаемся и в целом всей книгой пророка Наума, помня о том, что каким бы ни было угнетение, каким бы ни было жестоким и беспощадным господство тех или иных народов над другими народами, тех или иных государств над другими землями, этому угнету, этой жестокости, этой злобе, как здесь говорится в заключительном стихе книги, будет положен конец. И все в руке Господней, и все царства и государства на протяжении всей человеческой истории они находятся в божественной власти. Он – царь царей и Господь господствующих.